приветствую вас сегодня мы проедемся по маршруту восьмого троллейбуса макдональдс возле ж.д. вокзала всегда там много народу здесь еще 15 троллейбус мы тоже уже на нем совершали прогулку видится антилимоновский мужской монастырь улица пушкинская трамвайная линия и проходят трамвайчики 28 заедет парк шевченко и 5 в аркадии на этой остановке всегда многолюдно много транспорта и много людей погода у нас нас я снимаю начале января но погода у нас больше такая знаете или осеннее или весеннее довольно таки тепло и ветерок все ждем нас в троллейбус здесь конечно кто не был здесь знают здесь очень много переходов мы всегда проходим через переходы потому что наверху пройти невозможно здесь такое движение интенсивное места для перехода даже не предусмотрены нет светофоров даже вот в этот парк можно попасть через переход а в переходе как и везде очень много ларьков сувенирная продукция здесь даже можно встретить видите большое количество троллейбусов на старостяной площади трамвая здесь троллейбусы все вот наши восьмерочка в этом виде троллейбусы сзади сидения поэтому буду снимать не как обычно с площадки заднего вида а с бокового стекла маршрут следования троллейбуса от ж.д. вокзала до суперфосфатного завода длина в одну сторону около десяти километров стоимость проезда у нас сейчас восемь гривен и сейчас мы будем ехать по улице пушкинская впервые это название на карте города появляется в 1827 году а первоначальное название была улица итальянская но уже в 1880 году улицу переименовывают в пушкинскую вот сейчас мы проезжаем ЦУМ с правой стороны вокруг центрального универмага и его работников снимали сюжет фильма детектива роза ветров из сериала особых случаев в начале улицы в доме номер 13 находится музей Александру Сергеевичу Пушкину сейчас мы будем поворачивать на улицу Большая Арнаутская прежнее название улица Чкалова пролегает она от улицы Леонтовича до Старопортофранковской пересекаем улицу Ришельевская прежнее название улица Ленина подъезжаем к улице Екатерининская прошлое название Карла Маркса улица Екатерининская улица начинается от Екатерининской площади и проходит до улицы Новощипной ряд Александровский проспект прежнее название Проспект Мира здесь уже можно выйти к рынку привоз буквально пару кварталов сейчас мы будем пересекать улицу Преображенская прошлое название улица Красной Армии начинается улица от Бульвара Жванецкого и до Новощипного ряда Уже в некоторых местах мы видим в центре города Новострое улица Старопортофранковская улица Старопортофранковская прежнее название улица Комсомольская считается границей исторической центральной части города улица Старопортофранковская улица Старопортофранковская сейчас мы будем выезжать на улицу Разумовская старое название Арджоникидзе наступна зубынка у тебя все руба Разумовская начинается от Старопортофранковской и пересекая Молдаванку заканчивается в районе Балковской здесь уже мы видим возвышаются высотки, новострои улица Серова занимает всего 4 квартала соединяя Разумовскую с Градоначальницкой первое название улицы Мастерская с Градоначальницей Здесь тоже необычная застройка, уже наверху идут многоэтажки, а внизу частный сектор. Пишите ваши комментарии, ваши рассказы, ваши видео. Истории об этих улицах, об этих районах, вы всегда очень интересно и пишите истории под видео. Если вы обратите внимание на деревья, вот они, видите, сильно колыхаются, шатаются под ветром. Сегодня очень ветреная погода. У нас даже было штормовое предупреждение. Здесь, как вы видите, прямо под окнами домов, дома вплотную к такой оживленной трассе. Когда мы совершали прогулку по 10 трамваю, так там возле домов проходила трамвайная линия. Тоже довольно шумно, но здесь машины и шум, и пыль, конечно, не очень комфортно. Не очень комфортное соседство. Сейчас мы едем по улице Грушевского. Здесь тоже необычный дом. Весь какими-то лоскутками. Цветной и зеленый, и желтый, и серый, и бордовый. Такой еще мне не встречался. Вот проехали частный сектор. Уже опять многоэтажки. Здесь тоже в этом районе, видите, много новостроек. Уже сданные дома еще строят. Целый микрорайон. Скоро уже будем... Выезжать на улицу Химическое. И такой уже более будет промышленный район. Находились завод Нептун, завод Микрон, завод БСК, кислород МАШ. И конечный будет суперфосфатный завод. Данное время, конечно, эти предприятия уже не функционируют. Такое время, в котором я проплощаю. Данное время, в котором я您 был пойманут. Данное время, caliberama, штукород МАШ. Продолжение следует... 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 если люди которые смотрят нас сейчас работали на заводе бска что там производили расскажите нам напишите в комментариях завод кислород маш основан в 1948 году прежние названия автогенмаш криогенмаш отрасль как я уже говорила кислородная криогенная техника и оборудование единственное предприятие в украине которое полностью самостоятельно занимается проектированием изготовлением и обслуживанием криогенных воздухоразделительных установок часть территории завода уже сдана в аренду но завод не прекратил свое существование и продолжает выпускать продукцию и 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 на пути всего следования троллейбус был практически пустой на некоторых остановках заполнялся но в основном были сидячие места и комфортно было ехать вот такая здесь остановка дома частный сектор когда-то здесь конечно было очень многолюдно сейчас мы направляемся уже в обратный путь обратно нам ехать около 8 километров мы будем проезжать такие остановки как промышленная грушевского нефтяников одесская пестеля парковая это все район слободки потом проедем по району молдаванки автовокзал разумовская мастерская прохоровская уже центр города малая арнаутская екатерининская и конечно у нас будет железнодорожный вокзал площадь привокзальная маршрут троллейбуса начинает свою работу от железнодорожного вокзала выходит в 530 и заканчивает свою работу от железнодорожного вокзала последнее отправление в 2140 но сейчас существует интернет-сайты где можно посмотреть актуальное расписание трамваев троллейбусов общественного транспорта в рабочие дни выходные дни и есть такое приложение но позволяет узнать когда приедет трамвай троллейбус и где именно он сейчас находится на какой улице на улице а промысла вага наступна сбылка на улице а сейчас мы будем проезжать третье еврейское кладбище находится улица химическая 7 многие еврейские семьи в полном составе выехали из украины но до сих пор передают средства чтобы ухаживать за могилами своих родственников наступна зубынка на фабыки Прошлое название улицы Грушевского – улица Братьев Очкановых. Прошлое название улицы Грушевского – улица Братевская. Прошлое название улицы Грушевского – улица Братевская. Прошлое название улицы Грушевского – улица Братевская. Прошлое название улиц Грушевского – улица Братевская. Ну еще можно увидеть частный сектор, возле которой, как я уже говорила, проходит довольно оживленная дорога. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот мы выехали с района Слободки, сейчас будем подъезжать к району центрального автовокзала, район Молдаванки, потом центр города. От автовокзала курсирует пятый трамвай по французскому бульвару в Аркадию. Продолжение следует... Здесь тоже в этом районе есть Макдональдс, но я даже не знала об этом. Сейчас мы идем по улице Разумовская. Исторический район Молдаванки охватывает все пространство между улицами Старопортофранковской, Мечникова, Генерала Цветаева, Кутузакия, Мельницкой и Балковской. Первое упоминание об этом районе 1810 годы. Молдаванка еще известна из цикла Одесские рассказы Исаака Бабеля, местом действия которых является Одесса начала 20 века, примерно 1904-1919 годы. В центре рассказов находится банда налетчиков, живших в еврейском районе Молдаванка. Их возглавляет Беня Крик, известный также по прозвищу Король. Его прототипом, по распространенному мнению, стал Мишка Япончик. Этой книгой Бабель, как считается, изобрел одесский юмор. Улица Мясоедовская появилась на карте города 5 июля 1841 года. Улица Мясоедовская появилась на карте города 5 июля 1842 года. Улица Мясоедовская появилась на карте города 5 июля 1842 года. Видите, уже не жилые, а на последнем третьем этаже еще живут люди. Сейчас мы уже въезжаем в центральную часть города, немного проедемся по ее улицам и будет конечный железнодорожный вокзал. Стоятка. Улица Мясоедовская появилась на карте города 5 июля 1842. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здесь на этом доме очень красивый деревянный шпиль Жаль, что он разрушается Пишите свои комментарии, свои истории, делитесь своими воспоминаниями Сейчас мы будем поворачивать на улицу Решельевская, прежнее название улицы Ленина Я говорю прежние названия, потому что вы просили их упоминать, указывать Как я уже говорила, улица Решельевская берет свое начало от улицы Лонжероновской заканчивается Пантелеймоновской улицей Одним из украшением улицы является Платановой, платаны были посажены с 1961 по 1965 годы Улица превратилась в зеленый тоннель из платанов Как я уже говорила, сегодня был очень ветреный день, вы можете видеть, как ветви деревьев раскачиваются На этом здании сейчас вижу табличка продам Возможно в скором времени мы увидим какое-то новое заведение здесь Торговый центр Остров и за ним рынок Привоз Спасибо, что досмотрели до конца, мое вам почтение Пока-пока, до следующих видеопрогулок Субтитры сделал DimaTorzok